Самая важная новость прошедшей недели это то что я себе купил футболку и не одну, и для пинг, и она оверсайз, но круче всего она тем, что она вот такая Вот, кому-то я уже показывал, и она светится в темноте, если я сделаю вот так Да, ну вообще все равно плохо видно, она не так ярко светится, как в прошлый раз, но, ну короче она, вот даже сейчас она ярче, чем могла бы быть, потому что сейчас темно, и вот это она уже нормально так светится То есть вот вы ее видите довольно яркую, она на самом деле не такая яркая, хотя на меня сейчас вот светится свет Ну в общем супер крутые футболки, и внезапно они оказались на Wildberries, и по довольно-таки неплохой цене, внезапно Удивительно, и у них, что самое крутое, у них материал хороший, а еще эта футболка крута тем, что я давно хотел себе оверсайз футболки, чтобы футболка у меня была, ну вот, прям чуть ли не до колена растягивалась Вот, давно хотел такую, чтобы пузень свой скрывать, кек, хе-хе-хе-хе, и да Поэтому вот теперь наконец-то есть такая футболка, и даже не одна, и это супер круто Хотя это обычная Excel, потому что здесь вот даже есть, видите, а нет, здесь написано что? Странно, почему? А, нет, от, почему я решил, что что? Странно, у пингу здесь написано Excel, кстати Ну ладно, это несущественно Нет, не реклама Ха, ни в коем случае Да, блин Ну, кстати, а-а-а-а Excel изнутри Вторая самая важная новость заключается в том, что я уже месяц как сменил себе вебку, и до сих пор никто этого не заметил, потому что со старой вебкой сейчас вы бы меня не видели Так как эта вебка передает более круто цветопередачу и все остальное, и даже с выключенным светом я могу спокойно стримить, и вы меня видите хорошо Сейчас мою комнату освещает только три монитора, которые у меня здесь, ну и вот эта вот, вот эта вот иллюминация вся Огромное количество людей страдали от старой вебки, потому что она иногда делала 25 кадр, как вы помните, сейчас этого нет И эта вебка работает уже больше месяца, и почти никто этого не заметил У нее более крутая цветопередача, более крутые цвета, в принципе Несмотря на то, что там разрешение у нее такое же осталось, 30 фпс Но, тем не менее Пока я не сказал сейчас, никто этого даже не замечал Так что, это вебка от Logitech, они снова в очередной раз обновили серию Brio Она, по-моему, называется Brio 500 сейчас Очень прикольная, брау на Озоне у китайцев, кстати И по лютой скидке внезапно можете попробовать взять тоже на Озоне То есть она стоит где-то так в районе 13, что ли, тысяч рублей, чуть ли не 15 Жутко дорогая вебка Жутко дорогая, но На Озоне какой-то китайский магазин Продавал ее с... Со скидкой где-то 40%, что ли И я ее купил в районе 7 тысяч Так что, если кому-то вдруг надо Очень крутая вебка, но очень дорогая Но я вообще люблю Logitech Особенно вебки у них очень люблю Но очень дорогая, но крутая Но дорогая Нет, малюсенькие в окошечке это не отмаз Потому что пока была та вебка Все замечали и 25-е кадры и все остальное А сейчас нет В очередной раз случилась очень странная штука В очередной раз прилетело предупреждение по авторским правам Я как-то рассказывал недавно, что мне внезапно совершенно прилетело такое же предупреждение на Твиче Причем я не делал ничего такого Просто стримил игру и внезапно прилетает саундтрек в этой игре от Capcom Я, конечно, охренел Это всего лишь предупреждение Оно не значит ничего абсолютно на Твиче То есть ничего такого страшного нет Всего лишь пред Но сам факт очень интересен И вот тут прилетает еще одно предупреждение на этот раз на Ютубе Опять от Capcom Но, несмотря на то, что от Capcom почему-то от Tencent Вот эти вот там иероглифы, это означает Tencent Я погуглил То есть какой-то хрен, видимо, работая на Tencent Или какой-то бот, ну, точнее, какой-то бот Tencent Почему-то решил кинуть пред по авторским правам Видите, у меня сняли монетизацию Самое смешное заключается в том, что это как раз-таки Залитый мой самый первый стрим 2012 года На котором нет ничего, кроме игры, даже вебки моей нет Там есть только игра и музыка Но опять прилетела за внутриигровую музыку Игры Mighty Final Fight И она тоже от Capcom Я понимаю, конечно, что все это бот Но очень странно Внезапно очень странно Тут, конечно, нечего Никаких апелляций Бессмысленно все подавать Вообще пофиг Монетизация все равно не нужна Но очень странно, что этот видос Вот он у меня сейчас на новом моем канале Текущем на ютубе В котором там 120 тысяч подписчиков Он недавно Но до этого он был на другом канале И вообще очень давно уже там лежит Если кто-то знал, где искать там на ютубе Он есть у меня на каких-то моих старых каналах И никогда ему ничего не было Он там лежал уже лет 8, наверное Но вот такой вот кек Произошел на этой неделе Атлус работает над ремейком Persona 3 уже несколько лет Ну, в очередной раз Атлус планирует продать нам Persona еще раз То есть очередная версия Persona 3 Все, конечно, должны быть рады Потому что многие бухтели на Persona 3 Portable Которая вышла в геймпассе Которую теперь можно купить практически на любой платформе Но Есть высокая вероятность, что скоро Все любители Persona купят ее еще раз Уже в виде ремейка Ну, на самом деле ремейк это, конечно, здорово Потому что многие, опять же, бухтели на то Что Persona 3 Portable версия Она там не полная Что-то там, насколько я знаю, повырезано Я не сильно Я не силен в Persona, к сожалению Но для фанатов Очередная радость Как по мне Всегда приятно, когда выходит ремейк На твою любимую игру Даже если это же RPG Которая Нишевый жанр Microsoft прекратила гарантийное обслуживание Xbox'а в России В том числе ввезенных официально Ну, это такие грустные новости Что у кого-то там сломался Xbox Гарантия была до 2024 года Этот кто-то оказался из России Он обратился к Microsoft Они развели руками Ну, а что нам поделать Ну, тут, да Завязана, конечно, всегда политика Поэтому Microsoft'ы сказали Извините, мы ничего не помочь Не можем Мы вообще У нас нет гарантийных обязательств Люди Возбухнули И сказали Какого хуя Кто-то там Какие-то юристы даже советуют В Не Роскомнадзор Какой там у нас Орган Где там А, Роспотребнадзор Обращаться Но, блин Что там Microsoft Сделать С Роспотребнадзором Это ничем не кончится Конечно, очень грустно Когда Компания из-за политики Начинает заниматься Вот такой вот фигней Но, увы Ничего не поделать Поэтому Те, кто будет покупать Xbox Имейте в виду Что Даже Если у вас Есть гарантия Не факт Что она у вас Будет работать С другой стороны Гарантийные обязательства На себя берут Другие конторы Например, продающие Типа NVIDIA Или Eldorado Я прекрасно знаю Из-за того, что я работал в сервисе Как там все это работает Скорее всего Вам просто заменят Xbox Если он у вас сломается В течение гарантийного Времени Потому что Сам сталкивался с этим Неоднократно Когда Такие компании Просто, например Выдают тебе другой ноутбук Иногда бывает Для этого, конечно Надо поскандалить Но в данном случае Закон все равно Будет на стороне потребителей И Вероятнее всего Вам точно Выдадут Новый Xbox Нет, почему Это будет точно Поэтому Политика политикой А Роспотребнадзор Потом Выеби этом видео Так Поэтому Я тебе говорю Как человек Еще раз Десять лет Проработавший В сервисе Девяносто восемь процентов Они тебе выдадут Новую консоль Потому что Иначе у них Просто нет выбора Ну или за свои За свои деньги Они тебе ее починят Сергей Гармаш сообщил Что в производстве Запустили Сиквил Чебурашки Решил вам рассказать Про это Потому что Я даже написал Про это Отдельный пост Те кто читает Мой телеграм Уже наверное Про это видели Как же сейчас Все вот эти Мамкины Нитакусики Хейтят Чебурашку Я на самом деле Поражен Вот этим фактом Это очень странная вещь Не то чтобы Я сам был любителем Всего российского Ну вот прям Некоторые вещи Я откровенно Хейчу Более того Я сейчас даже считаю Что наши Абсолютно не умеют Снимать кино Точнее не умеют Они разучились Его снимать У нас есть Очень хорошие фильмы Которые выходят Очень редко Но они выходят Чаще всего Эти самые хорошие фильмы Это Экранизированные спектакли Например Есть очень хороший Экранизированный спектакль Внезапно там Играет Гоша Куценко Чтобы вы понимали Но Я забыл Как он называется Там короче Суть в том Что три мужика Собрались побухать К ним У них внезапно В гостях оказалась Их старая какая-то Школьная подруга И внезапно оказалось Что она ездит На инвалидной коляске И вот Весь фильм Про то Как они сидят Выпивают И Общаются Очень интересно Серьезно Не Обращайте внимание На то Что они собрались побухать Честное слово Отличный фильм Отличный фильм И Гоша Куценко Нет Это не о чем говорят мужчины Нет Это В общем Кто понял о чем я И скажет Можете посмотреть Крутое кино Я посмотрел Как-то вообще На одном дыхании Супер То есть Вот наши Прям иногда могут Очень Бурашка Кстати Это тоже Один из тех случаев Когда наши Чему-то научились Я хотя еще не смотрел Но когда-нибудь Я его посмотрю Однако Я что хотел сказать Вот этот вот Весь вот Хейт Вот это вот Чебурашка Че там Это Не нашли На что снимать Кринж И так далее И так далее Блин Я думаю Что это Самый обычный Семейный фильм Ничего такого Прям супер особенного Супер кринжового Просто уверен Что в нем Ничего такого нет Потому что Потому что это будет Самый обычный Вот фильм Который взяли И сняли А отдельно Я не понимаю Почему хейтят Именно Чебурашку Потому что Лоу Ну Чебурашка Если подумать То Чебурашка Вообще Один из немногих Именно Ну он еще Конечно советский Да Именно из немногих Вот таких вот Персонажей Который именно Сделан в России Так сказать Ведь Карлсон Это шведский Винни-Пух Английский По-моему И бременские музыканты Тоже не наши На основе сказок Братьев Гин Вроде Или что-то такое Огромная куча всего У нас экранизирована Просто на основе Каких-то книжек Сказок А Чебурашка Это вот чисто наше Не надо только Вот это Вот сейчас Россия Кринж Вот это не надо Пожалуйста И поэтому Конечно неудивительно Что Решили снимать Именно Чебурашку Это абсолютно Неудивительно Поэтому я не понимаю За что здесь Вообще можно хейтить Ну ну погоди Это тоже чисто наш Хотя я конечно Калька с Том и Джерри Но тем не менее Он вот чисто наш Да Финскуценко Игра в правду Спасибо Хорошее кино Хорошее кино Поэтому вот этот вот Весь хейт Я каждый раз Когда читаю новости Про Чебурашку И просто ты сидишь Как будто Обмазанный каким-то говном Я совершенно не понимаю Этого хейта Совершенно не понимаю Что такого-то Такое впечатление Что у большинства комментаторов Логика примерно такая У нас снимают Плохие фильмы Плохо У нас снимают Хорошие фильмы Плохо У нас снимают Обычные фильмы Плохо А что тогда вообще Хорошо Абсолютно непонятно Все плохо Бюджет плохо Нет бюджета плохо То плохо Это плохо Тут тоже плохо Да лол Ну тогда Господи Если тебе так все не нравится Иди и смотри То что Чебурашка Кучу бабла собрала Это вообще абсолютно неудивительно И конечно там Многие там начинают Эээээ Да просто у нас там Сейчас ничего не показывает Лол Да Я этого аргумента Я тоже вообще Абсолютно никак не принимаю Потому что Ну, сами посудите даже, Чебурашка, этому персонажу сколько, 50 лет, 70? Я даже не представляю, я даже не представляю, что должно было случиться, чтобы на Чебурашку никто не пошел. Задумайтесь, люди пошли на комедию с Галустяном про Карлсона. Комедия даже кассу собрала. Про Карлсона. Карл. Про Карлсона. Максимально тупая комедия. Отвратительная вообще. Я посмотрел 15 минут, выключил. Максимально тупая комедия. Но про Карлсона. И с Галустяном. И люди пошли. А тут все удивляются, что пошли на Чебурашку. Да ло. Ёлки-палки, что удивляться-то? Чебурашка вообще отличный персонаж. Его там за рубежом любят. Вон, японцы вообще кипятком сут. Даже экранизировали аниме. У них есть и отдельная там крутость, как они на своем японском поют «Голубой вагон». Можете на ютубе посмотреть. Мне очень понравилось. Японцы круто исполнили «Голубой вагон». Там аниме «Остер» отдыхают. Так что абсолютно не понимаю этого хейта. Надо бы пойти собраться посмотреть уже Чебурашку. Вон Гидман вообще два раза смотрел. Говорит, я бы и в третий раз сходил. Моя ада непредсказуемая, умная и уж точно не стереотипная. Актриса Лили Гао о критике. Вот то, о чем мы с вами не поговорили на прошлой неделе, потому что я забыл. И выдалось. Что таки, поговорим. История заключается в следующем. Людям очень, очень не понравилась актриса англоязычной озвучки Ады Вонг в Resident Evil 4 ремейке. Я не знаю, честно, почему она не понравилась, потому что я играю на японском языке и мне наплевать. Куча народу, у которых я знаю, играли на русском языке и им наплевать. Но в англоязычном комьюнити подняли бучу. Все не так, это не эдак, плохой голос, плохая озвучка. Короче, как обычно, значит, все эти ебланы собрались там, кому не понравилось, и начали травить девочку в Инстаграме. Отвратительно, я считаю, вообще совершенно. Но я думаю, что любители Геншина прекрасно могут меня понять. В Геншине это происходит чуть ли не каждый день. Каждый день какого-то актера озвучки тратят какие-то ебланы из комьюнити Геншина. Как они там оказались, вообще непонятно. Обычное дело вообще в Геншине. Просто каждый день. Отвратительно совершенно, но увы. Вот. И, значит, теперь то же самое случилось с актерой озвучки Resident 3 и У4. Ее затравили в Инстаграме. Она удалила пост, где ее там травили. Естественно, этого оказалось людям мало. Они пошли срать ее во всех комментариях. Она удалила все посты в своем Инстаграме. И сохраняла какое-то молчание. Я подумал, блин, бедная девочка. Ну, никто не заслуживает травли. Вообще, абсолютно никак. Я всегда выступал только за это. Любой человек, который занимается такой херней, это абсолютно еблан вообще. И его нужно просто удалить из интернета. Запретить ему доступ. Разбить все его телефоны к чертовой матери. Чтобы он знал, что так поступать нельзя. Это абсолютно плохо. Никто этого не заслуживает. Но, к сожалению, актриса оказалась ничем абсолютно не лучше тех, кто ее травил. И теперь ее даже совершенно не жалко. Она... Не знаю уж, кто ее надоумил. Или кто ей это посоветовал. Она написала совершенно отвратительный пост, в котором, конечно же, оказалось, что ее травят, потому что она женщина. Потому что она азиатка. Все кругом расисты. Все сексисты. Но это ладно еще. Пол беды. Потом она начала говорить про Аду. И вот тут уже я охуел. Оказалось, что Ада Вонг не должна быть сексуализированной. Ну, ладно. Здесь еще плюс-минус можно согласиться. Потому что, как я говорил уже неоднократно, сексуализированность персонажа никак не влияет на раскрытие персонажа. То есть это просто персонаж секс или не секс. Ну, тут... Блин. Персонаж себя ведет... Может вести абсолютно по-разному, вне зависимости от того, секс он или не секс. Поэтому тут пофиг. Но дальше она начинает говорить там... Сейчас я прям зачитаю. Прекратить нужно наживаться на образах сексуализированных и загадочных азиатских женщин. Ну, мало того, что, конечно, Аду переодели в Ризике 4, в ремейке. Но она, тем не менее, осталась максимально сексуализированной. Этот свитер-платье просто... Вообще. Вне всяких похвал. Это вот как раз из той серии, когда сексуальность проявляется именно в хорошей одежде. Некоторые только глупые люди думают, что сексуален человек, если он показывается в нижнем белье или с кем-нибудь там вырезами или еще с чем-то. Херня. Сексуальность человека как раз-таки может быть в любой одежде абсолютно, если человек сексуален, он прямо излучает это. И не важно даже, если ты стоишь в шубе, ты все равно будешь сексуален, если у тебя крутейшая шуба. Вспомните, например... Ммм... Блин, хотел сказать Снегурочку в каком-то фильме, но это точно не порнуха была. Но забыл. Ну и ладно. Наверное, в каком-нибудь из американских фильмов что-нибудь, типа Силача, Санта-Клауса или что-то в этом духе. Там очень сексуальная шуба. Но тем не менее, тем не менее, тем не менее, тем не менее, тем не менее. Причем здесь вообще загадочность, я тут вообще выпал. Как бы она считает, что Ада Вонг не загадочная, тут начинают появляться вопросы. Но дальше вообще чума. Она говорит, она добрая, справедливая, умная и веселая. И если честно, я здесь могу согласиться только с прилагательным умная. Но те, кто играл в Resident Evil, и не только в ремейк четвертой части, а вообще в любые части, где есть Ада Вонг, если честно, я очень сомневаюсь, что она добрая. Очень сомневаюсь, что она справедливая, учитывая, что она наемник, который работает за деньги, да. И уж в отличие, например, от Леона какого-нибудь, уж она-то часто бывает несправедливой. Ну и веселая, это, конечно, да, даже на этом скейшоте просто веселость у нее прет. Я, по-моему, вообще ни разу не видел ни в одной игре, чтобы она там хоть где-то улыбалась. И столько она не улыбается, знаете, как пантера, которая сейчас собирается вас съесть. Вот с этой вот улыбкой такой. Попался, сучонок. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот, да. Вот это про Аду Вонг. Вот это про нее. То есть, актриса озвучки просто взяла, к чертой матери себя похоронила всем этим. Из вот этого спича всего можно сделать вывод, что она абсолютно вообще не разобралась в своем персонаже. Абсолютно вообще не понимает, кто такая Ада Вонг. Опять же, я не слышал ее озвучку, поэтому не могу никак судить. Но, исходя вот из этих слов, я вполне могу сделать вывод, что, исходя из того, что она нихрена не поняла, она могла озвучить персонажа не так, как действительно характер у этого персонажа есть. То есть, не могла передать этот характер своим голосом и многие вещи. Поэтому, возможно, критика ее голоса может быть справедливой. Хотя, и это все еще субъективно, конечно. Но, тем не менее. Ну, то есть, это очень странно. Актрисе, на самом деле, надо было сказать так. Пошли нахуй, блядь. Вот. Не нравится? Не играйте с моей озвучкой. Не нравится? Переключи на любую другую озвучку. И все. Озвучила? Значит, заебись. Мы меня наняли на работу. Мне, я всем понравилась, кто меня нанимал. А вы идете все нахуй. Вот тогда она бы заслужила максимально, максимальное уважение. И все. Вот так нужно было отвечать. А когда начинается вот это вот. Вы меня обижаете, потому что я все отказал. Это просто ты пытаешься прикрыть свою жопу. И это значит, что те, кто тебя отравил, они добились того, чего хотели. И это очень плохо. Потому что, по факту, ты просто прогнулась под толпу. Чего, конечно, делать не надо было. Бомбора выпустит на русском книге об истории с Соникой и Костелванией. Это очень круто. Я даже не знал, что такие книги есть. Костелванию куплю точно. Про Соника не знаю. Не настолько люблю Соника. Но Костелванию куплю точно. Прям жду. Круто. Наверняка там все здорово, прикольно. Будет очень интересно почитать. Про Костелванию аж 200 страничек. Тут есть оригинальные обложки. У Соника вообще какая-то тухлая обложка, если честно, на мой скромный вкус. А вот у Костелвании прямо огонь. Это очень круто. Надеюсь, выйдут уже очень скоро. Нинтендо хочет вызвать Дискорд в суд, чтобы раскрыть личность человека, слившего в сеть артбук Tears of the Kingdom. Ну, тоже как обычно новость. Конечно, удивительно, что люди до сих пор не понимают, что сливы это плохо, если компания так считает. И думают, что им за это ничего не будет. Чувак просто слив. А теперь Нинтендо обратилась в Дискорд. И, вероятнее всего, их... Как это сказать? Их запрос удовлетворят. Ну и чуваку прилетит какое-нибудь письмо от юристов Нинтендо. В данном случае, конечно, Нинтендо, я считаю, занимается какой-то полной хернёй. Но, да, закон на их стороне. Поэтому в следующий раз, прежде чем сливать что-то, нужно задуматься. А то вдруг тебя найдут. Европейская правозащитная организация ADL поставила Epic Games низшую оценку по борьбе с отрицанием Холокоста. Господи, боже мой. Нету никаких других проблем у разработчиков видеоигр, как борьба с отрицанием Холокоста. Умотаться просто. А, еврейская. Прошу прощения. Прошу прощения. Извините, не хотел никого обидеть. Я неправильно прочитал. Но, тем не менее, умотаться. Больше-то никаких проблем вообще нет. Конечно, это просто удивительно вообще. Да, это очень грустная тема. Но пощадите. Это скоро уже, наверное, сто лет, как это прошло. И надо как-то жить настоящим. А не вот это вот всё. Чем занимается вообще эта организация, совершенно непонятно. Вот это как раз-таки о том, почему я не люблю всех этих правозащитников, активистов. Как они там ещё называются? Это вот, знаете, в духе... Почему-то вспомнился служебный роман. Помните, там была тётенькая такая, пухленькая, которая всё время забегала в лифт каждый день. И такая, так-так-так-так-так, сегодня собираемся вот там на день рождения. Потом следующий день. Сегодня собираем на... Там родился ребёнок. Сегодня собираем... Там мужик уходит на пенсию. И такой, боже мой. Они там все такие... Блин, не дай бог, она сейчас в лифт убежит. Давай быстрее кнопку. Короче, активистов на самом деле никто не любит. И поэтому... Это вот просто лишний повод... Лишний повод попиздеть о том, что... Что какой вообще в этом всём смысл? Если, блин, в общем, за токсичностью, лучше бы вот про это жаловались. А то, что там школьники свои письки кидают друг другу в Дискорде, это, конечно, пофиг. Вот, отрицание Холокоста — кошмар. То, с чем надо бороться. Российская художника заявила, что авторы Тессы без спроса использовали её арт. В студии говорят, что это вышло случайно. Ну, как обычно, художница нарисовала арт в духе татуировок. И его внезапно использовала компания. Естественно, это могло случиться случайно, вполне. Прекрасно это представляет, какой-то художник. Да, то есть, с точки зрения компании, тут очень плохая формулировка. Наверное, на месте компании я бы так не стал писать. Но, с точки зрения компании, действительно, это могло выйти случайно. Однако, с точки зрения человеческой, обычной, людской, понятное дело, что это сидел какой-то художник, который сидит на зарплате. У него, возможно, кончилось вдохновение или что-то ещё. И он сидел, чесал репу и такой, да, нашёл несколько картинок. Такой, зафигачим их, да, никто и не узнает. Ну, и, конечно, может быть, никто бы и не узнал. Но вот такие узнали. Однако, что примечательно, это узнали спустя много лет. Потому что она запостила это в 2020 году. А они запостили это вот в этом году. То есть, как бы, чувак, конечно, поступил абсолютно отвратительно. Но, опять же, примечательно. Как это сказать? Блин, я к ночи забываю слова. Ради уважения беседка пообещала, что всё решит, всю проблему решат. Поэтому, либо там ей кинут какую-то компенсацию. Я не знаю, как они будут решать эту проблему. Она потом, эта художница написала, что с ней связались. Но, в общем, проблему решат. Поэтому, очень здорово, что компания не прошла мимо и не послала нахрен. Мэш. Бренды Активия и Активель хотят переименовать в России в «Давай полегче», «Вкусно», «Полезно» по рукам. Я хочу оторвать язык вообще, руки. Не знаю, что вообще. Кто придумал в России вот эту маркетинговую срань, которая началась с названия «Вкусно» и «Точка». И которую зафорсили же глупые пользователи, которые сами же её зафорсили. И тем самым сделали её популярной, повысив ей маркетинговые баллы. И, конечно, теперь из каждого утюга про «Вкусно» и «Точка». Из чего у нас делается вывод, какой? Правильно. Это популярное, узнаваемое название. Лол. Сами виноваты. Нахрена вы много над этим смеялись. Лол. Ну вот теперь поздравляю всех. Теперь у нас, кроме «Вкусно» и «Точка», будут давать полегче. «Вкусно», «Полезно» по рукам. Что в моей голове вообще не укладывается, как можно было назвать. Как можно вообще так назвать. Что это вообще такое? Ладно, хорошо. «Вкусно», «Полезно». Я с этим ещё готов мириться. Но почему по рукам? Что по рукам? Йогурт по рукам будет ходить? Или что? Или я даже не знаю. О чём вообще люди думали, когда это... Я не представляю. Просто не представляю. Давай полегче тоже. Почему нельзя было сказать «Давай перекусим?» Я не знаю. Или «Перекус какой-то». Ну, блин. Опять же, оригинальные слова. Какие? «Активия», «Активель», «Одно слово». Ну, вообще, вы что, не можете придумать одно слово какое-нибудь? Пусть оно будет звучать кринжово. Окей. Ну, пусть, пусть оно звучит кринжово. Неважно, это будет одно слово. Ну, пощадите. Пощадите. В общем, максимально кринжово. Надеюсь, что эти названия всё-таки не приживутся. Ну, и, конечно, интересно всё то, что у нас уже 2023 год на дворе, да, после всех известных событий, уже апрель 2023 года, и теперь компании уже даже не скрываются. То есть, просто данон говорит, что ребрендинг нам позволит продолжить работать на рынке в России. Чё там, какие уходы, не уходы, они просто прямо так и говорят. Ребята, мы сейчас поменяем название, и всё будет на мази. И всё. То есть, просто без комментариев. Хотя, казалось бы. В Китае предложили регулировать сервисы генеративного ИИ, чтобы они отражали ценности социализма и не призывали пользователей к подрыву власти или расколу страны. Я не знаю, какой хейтер Китая писал эту новость, но я вам вообще рассказал эту новость, во-первых, чтобы сказать, ну, естественно, сервисы нейросети будут цензурить. Даже не то, что цензурить, за ними будут следить ещё больше. Потому что сейчас никто не хочет повторения того самого свободного интернета. Если этот свободный интернет повторится сейчас ещё раз благодаря нейросетей, мы все охренеем. Поэтому даже тут я считаю, что всё равно какая-никакая, но контроль за интернетом должен быть. Уже даже сейчас, я помню, как 10 лет назад я орал на стримах про то, что интернет нужно сделать по паспорту, надо мной все смеялись. То теперь уже надо мной не то, что не смеются, а некоторые со мной соглашаются. Я вообще за интернет по паспорту, как в Китае или Южной Корее, я только за. Да, ещё и экзамен надо сдавать как наваждение, я бы вот вообще был только за это. Не дай бог ещё какой-то ребёнок зайдёт, козёл, там быстро его, чтобы выпнуто родителям штраф. Я, короче, только сейчас за это, абсолютно. И точно так же тоже за ИИ нужно тоже следить, но, естественно, без, так сказать, без радикализма. И в Китае как раз-таки, ну, радикализма не очень много, хотя казалось бы, поначалу этой новости думается, а, это китайцы поехавшие, а, лишь бы социализм. Но китайцы-то как раз-таки оказались поумнее, и если мы почитаем новость дальше, то они предлагают, чтобы сервис следил за тем, чтобы персональная информация пользователей не попадала к третьим лицам, а это очень важно. Ну, это, я считаю, вообще основополагающее для нейронок, чтобы они не распространяли никакую информацию, потому что самое ценное, что у нас сейчас есть в 20-х годах, 21-го века, это информация. Ваши деньги, по факту, ничто. Если сольётся ваша инфа или ещё что-то, вы потратите гораздо больше денег, чем у вас просто украдут кошелёк на улице. Потому что, например, если кто-то узнает мой номер телефона, ну, вы сами понимаете, что после этого может быть или адрес, и какие-то ебланы начнут мне кидать камни в балкон, придётся переезжать. И на это всё я потрачу больше денег, чем кто-то украдёт мой кошелёк, в котором сейчас лежит, наверное, пара тысяч рублей, и карточка, которая моментально заблокируется, и, собственно, всё, воребу удовольствовался только пару тысяч рублей, а на переезд я потрачу до хрена. Так что, вот это очень хорошая тема. Очень, ну, ладно, отражать ценности социализма, окей, это китайская партия, удар, все дела, тут, конечно, ну, опять же, каждый политик, каждая власть в стране хочет свои ценности. У американцев тоже, я думаю, есть вот такой пунктик, если что, так-то, поэтому можно не смеяться, у нас тоже есть, и вообще у любой страны этот пункт есть, только у одних социализм, у других другие. Генерировать правдивый контент, ну, тут, конечно, да, очень многое можно под этим пунктом понять, поэтому оставив без комментариев. Ну, и предпринимать меры против предоставления пользователям ложной информации, здесь тоже, на самом деле, очень хороший пункт, но он может быть очень плохим, если его очень сильно зацензурить. Поэтому, в целом-то, китайцы предлагают нормальную вещь, очень даже хорошую, и рано или поздно это всё протащат. У аниме-девушки Лоуфай Гёлл с Ютуба появился сосед Синтвейв Бой. Очень миленькая история, прямо прекрасно вообще, как вот автор канала Лоуфай Гёлл умеет очень хорошо, я не знаю, работать с публикой. Хотя, казалось бы, это просто канал, который крутит радио по Лоуфаю, извините, целыми сутками, и там ничего не происходит, кроме того, что девочка пишет, ну, делает домашнее задание. И вот, там случилась такая история, что внезапно стрим остановился, показали пустую комнату, а потом через сутки, по-моему, стрим завёлся, и у них теперь на один стрим больше. То есть, там теперь ещё есть стрим, где мальчик сидит точно так же и делает какое-то домашнее задание. Очень миленько, очень классно, очень круто сделано, очень хорошо подано, просто, муа, чувак, гений. Сони ищет специалистов, которые возглавляют революцию в сфере облачных игр. Вакансии и патенты указывают на потенциально большие планы. Ха-ха-ха-ха, Сони! Зачем вы... Тут я вообще... Зачем компания пытается переизобрести девайс для облачного гейминга, который... Ну, начнём с того, что существует, в принципе, Switch. Есть ещё, видимо, Steam... Ну, есть ещё, очевидно, Steam Deck. Но, я, например, не понимаю, нахрена, нахрена, ну, у вас же есть даже мобильные телефоны. Выпустите какой-нибудь... Если уж вам так хочется продавать, выпустите какой-нибудь геймпад. Зачем нужен девайс, который будет только работать с облаком? Только потому, что у Microsoft есть такие девайсы. То есть, вы опять просто списываете. Ну, как вы это делали всю жизнь у Nintendo, теперь вы просто списываете у Microsoft, да? Давайте сделаем свой геймпасс, давайте сделаем своё облако, лишь бы как у Microsoft. Зачем? Зачем? Господи, почему Sony продолжает просто падать на какое-то дно? Компания, которая сделала невероятную PS1, офигительную PS2. Ну, хорошо, спорную, но всё-таки хорошую PS3 и охрененную PSP. А потом начались просто гвозди в крышку гробов. Vita, PS4, PS5. Хорошие девайсы. Да, кто поспорит. Но, блин, ну, просто что на них выходит? Vita, к чёртовой матери, убили. PS4 вытащила только на своём имени. Сколько эксклюзивов PS5 вы можете сейчас назвать? Которые реально, не знаю, интересные эксклюзивы. Просто уже куча при этом сливается на пикап, поэтому зачем? Зачем? Я даже не знаю. Это просто девайс, который путь в никуда, как по мне. Он не нужен. Если вы хотите делать портативную консоль, то вам нужно вложить много денег и сделать портативную консоль и делать, блин, на неё игры. И тогда вы сможете поконкурировать. Лол, даже Габен сделал свою консоль. Если у Sony нет денег, ну тогда, извините, у вас просто нет денег. И всё. Так что тут я, честно, не понимаю, зачем это нужно. Не понимаю, нахрена они в это вкладываются. Вообще не знаю. Зачем? Лучше пусть вот бы вкладывались в свой аналог Call of Duty, который у них скоро отберут. Ну, как скоро? Через 10 лет. Со страницы Starfield'а в Steam'е убрали упоминание русскоязычной локализации. Никаких официальных заявлений по этому поводу не было. Это всё увидели на, по-моему, Steam Spy... А, нет, SteamDB. Ну, увы, что ж, если у нас в Starfield'е не будет русской локализации, да я тогда не буду в нём играть. Играть в огромную RPG на английском нахрен нужно. Увы, я, конечно, ждал Starfield, но что поделать. Хотя, можно ещё надеяться, что это всё-таки какая-то ошибка, и они потом вернут эту локализацию. Но сейчас кто его знает? Для Diablo 4 хотят выпускать сюжетный контент каждые 3 месяца. Ой, смотрите-ка, кто это у нас тут на Genshin Impact, что ли, посмотрел? Хо-хо-хо-хо! Ну ладно, на самом деле, очень хорошее начинание. Очень хорошее. Это как раз всё двигается к тому, о чём я давно говорю. Это максимально правильное направление. Если бы только Blizzard не продавали эту игру за 100 баксов. Ну ладно, минимум за 60, конечно. Но за 100 там тоже есть. Всё ещё считаю. Ну и на PoE, конечно, глянули, конечно. Да на всё глянули, всё, что так это делается. Все подобные игры, конечно. Это, да, звучит круто, конечно. Звучит круто. И очень надеюсь, что не будет так же пососано, как в Diablo Immortal. Очень надеюсь. Но глядя на Diablo Immortal Overwatch 2, очень грустно. Считаю, что сейчас, всё ещё считаю, что сейчас самый правильный шаг. Да, это, во-первых, Diablo в геймпасс. Надеюсь, что Microsoft уже, по-моему, приблизились к этой покупке. Супер надеюсь, что Diablo 4 будет в геймпассе, что просто вообще. Вот тогда, конечно, это будет супер круто. То есть ты всего лишь платишь там за геймпасс. Получаешь по факту на халяву Diablo 4. И каждые 3 месяца сюжетный контент можно и задонатить. Почему бы и нет? Будет супер круто. Но вообще, конечно, я бы на их месте сделал ход конём. Не ссал. Мне кажется, просто нужен какой-то чел, типа меня, например. Который придёт во всю эту дедовскую игровую индустрию. Стукнет кулаком по столу и скажет. Так, блядь, ну-ка, завалили. Надо сделать вот так. Не ссым. Кто сопротивляется, так сразу уволен. Главное, лозунг должен быть. Не ссать. Если... Правило супер простое. Вот просто вообще для любой игры. Я считаю, что сейчас вся индустрия игровая должна к этому прийти. Вот к тому, что я сейчас скажу. Значит, правило супер простое. Если в вашей игре есть Battle Pass, DLC. Ну, то есть есть или будут, конечно же. Внутриигровые покупки. Ещё какой-то там магазин херни какой-нибудь внутриигровой. Всякие там вот эти вот паки. Капкома в резике. Там какие-то оружия за 3 бакса. Вот эта вот вся херня. Короче, если всё в играх у вас вот это есть, ваша игра должна быть бесплатной. А, ну и да. И если вы планируете долго поддерживать вашу игру за счёт каких-нибудь сезонов, сюжетных обновлений, контентных обновлений, ещё чего-нибудь, ваша игра должна быть бесплатной. Это просто вот, это, я не знаю, должен быть новый путь игровой индустрии. Ваша игра должна быть бесплатной. И тогда у вас будет успех. Если я прямо писал POE, я просто не играл в POE, значит, я прав. Я понятия не имею, что там вообще у POE. Я только слышал про эту игру и что там просто жесть какая-то в билдах. Это всё, что я знаю про POE. Если в POE именно так и есть, значит, бесплатно. Так что, по-другому, если у вас ничего этого нет, можно сделать исключение для каких-нибудь DLC, но без всяких там сезон-пассов и вот этого всего говна, ваша игра должна быть, может быть, платной. Всё, тогда люди спокойно купят игру, они будут точно знать, что они покупают законченный продукт. Может быть, они потратят денежку какую-то вам небольшую и принесут гешефт в плане DLC, если так хочется. Но DLC точно так же должны быть законченными, их не должно быть очень много. Я даже не знаю, максимум какой-то три штуки, наверное, это вот прям максимум DLC. И то, и даже я уже считаю это перебором. И тогда будет прекрасно. То есть люди, которые хотят покупать игры, законченные совершенно точно, будут покупать и будут счастливы. Люди, которые вот сейчас, как я, которые хотят играть в игру и чтобы их постоянно там кормили контентом, не важно, кто какой контент считает, не важно. Если вы считаете, что в Diablo 4 плохой контент, вы сможете просто в неё не играть, потому что она бесплатная. Ну, согласитесь, разве это не совлазняет? У вас, если бы Diablo 4 была бесплатной, я считаю, что гораздо больше бы людей могло бы поиграть в эту игру. Она была бы просто бесплатной. Просто бесплатной. Понимаете, вы просто бы скачали Diablo 4, не понравилось, удалил. Максимум, что ты делаешь, ты просто потратишь вечер игры. И всё. Вышел какой-то хайповый контент в этой Diablo 4 через полгодика. О-о-о! Можно опять заценить, потратить вечер, если он для тебя всё ещё окажется говном. Ты просто её бегёшь и удаляешь. Нет никакой проблемы. Тем, кому будет нравиться, она, опять же, бесплатна. Если она вам нравится, вы просто потребляете этот контент. Если вам очень нравится или вы очень хотите вот этот вот самый путь, когда вы можете заплатить немножечко денежек, там, батлбасик, подписочки какие-то, внутриигрового что-нибудь там ещё купить, вот, пожалуйста, игра будет на этом жить. Мобильные игры давно уже это доказали. Всё, что нужно сделать игровой индустрией, которая делает пека-игры и консольные игры, это не перестать, наконец, ссать и принять вот эту вот простую истину. Если у вас игра, которая поддерживается очень долго, она должна быть бесплатной и зарабатывать на внутриигровых покупках и всём остальном. Если у вас игра не зарабатывает на внутриигровых покупках, и при этом она является бесплатной, значит, вы сделали плохую игру, нужно скривить свой ебальник и сказать, блин, мы обосрались, и пойти делать новую игру. Увы, да. Это лучше, чем вы обосрётесь при том, что вы будете продавать игру. Группа из 10 геймеров повторно подала иск для того, чтобы заблокировать сделку Microsoft с Activision Blizzard. Ах, какая Sony, мы уже обсуждали с вами в прошлый раз, это что, 10 геймеров, опять же, непонятно, что за геймеры вообще, куда они там обратились, суд их послал, но тут же хитрожопая Sony подсуетилась, подкинула им какие-то внутренние документы, которые у них есть, ну, потому что у них же там суды, сейчас все эти с Microsoft. всякие какие-то подробности о сделке, которую предложили Microsoft, и пошли в суд еще раз, теперь уже с Sony в качестве, не знаю, наблюдателя, может, они им юристов еще платили, или что-то еще. Вот, пожалуйста, ребята, вместо того, чтобы вкладывать деньги в видеоигры, вкладывают их каких-то 10 ебланов, которые за каким-то хером пошли в суд. Это что, хорошая игровая компания? 13 женщин заявили, что пострадали от сексуальных домогательств со стороны Жерара де Портье в разный период. Ну, опять началась эта история, спустя 20 лет я вспомнил, что Жерар де Портье меня потрогал за жопу, ах, какой он вообще плохой и ненормальный, конечно, на него сейчас уже спускают опять всех собак, никто не хочет ни с чем разбираться, презумпция невиновности просто не существует, но я вам хотел рассказать эту историю вот из-за вот этого момента. В 2018 году французская актриса Шарлотт Арно заявляла, что актер изнасиловал ее, когда она пришла в его парижский особняк за советом. Я, честно, перечитал пять раз эту фразу, и у меня все еще вопрос. Нахрена ты туда пришла? В принципе, я думаю, что я уверен, там ничего не было. Разбирательство, кстати, все еще продолжается, то есть мы не можем ничего утверждать, еще ничего не решилось. Но я просто хочу представить лицо Жерара де Портье, представляете, у него там парижский особняк, и он решил открыть дверь, или он, например, стоит, ну, я даже не знаю, есть там у него какой-то забор, ну ладно, допустим, он вышел на крыльцо своего особняка, выпить кофе, почитать газетку, и тут какая-то актриса, там такая приходит, Жерар, Жерар, я к тебе за советом, открой, пожалуйста, дверь, Жерар, Жерар, пожалуйста, открой дверь, дай совет, Жерар, дай совет. Я бы маху послал, ну, честно, серьезно. Просто, я не знаю, более тупой причины, мне кажется, просто вот невозможно придумать. Конечно, вполне возможно, что Жерар де Портье оказался последней сволочью, и сделал с ней все плохие дела, тогда, конечно, его, увы, я надеюсь, его накажут по всей строгости, как и должны наказать, но, как показывает практика вот этих вот всех судов в последнее время, все это сводится обычно к вранью просто, и, ну, здесь, мне кажется, при всем уважении, но госпожа Шарлотт Арно даже не старалась придумать поинтереснее историю. LG показала свой обновленный логотип, в компании хотят сделать бренд более динамичным и молодым. Да, кстати, этот кружок вообще задолбал. Я за правый логотип лично. Супер. Как по мне, отлично. Вот сейчас выглядит хорошо. Кружочки уже давно не тренд. NVIDIA выпустила платформу для создания ремастеров RTX Remix, и компания сделала ее код открытым. Офигеннейший совершенно ход от NVIDIA. Сейчас очень популярное делание ремастеров, и ребята просто выпустили платформу целую, то есть, которая будет работать максимально автоматически, сделали ее открытой для всех, моддеры уже могут экспериментировать, все опубликовано на GitHub, можно прям создавать ремастеры классических игр на DirectX 8 и 9. Там используются и алгоритмы, есть всякие кетер, тулкиты, охрененная штука, я уверен, для любителей программировать и модить. Я думаю, что нас ждет огромное количество фанатских ремастеров, а потом нас ждут скандалы по поводу того, как фанаты будут делать ремастеры, какая-нибудь хитрожопая компания будет эти ремастеры просто так брать и выпускать за деньги. Ну, на самом деле, я, конечно, надеюсь, что этого не случится, но я хочу сказать, что Nvidia большие молодцы, что таким занимаются. Наш способ зарабатывать на жизнь сходит на нет китайские иллюстраторы о развитии искусственного интеллекта. Художники выражают опасения, боятся потерять свою работу, но некоторые считают, что улучшение ИИ может повысить конкурентоспособность и продуктивность. Да, это уже очень долгий спор, очень хорошая тема для дискуссии, на нее может дискутировать очень много, очень долго и, в принципе, не прийти ни к чему, но в целом я, пожалуй, сейчас больше склоняюсь, что художникам необходимо принять вот то, что сейчас происходит и нейросетями, и вот этим всем, и как-то научиться сосуществовать с этим. Самое главное, это не нужно скатываться в отрицание, особенно не нужно скатываться в хейт ни в какой, не нужно вот этих вот, вот этого битья на жалость, мы бедные и несчастные, наш способ зарабатывать на жизнь, ой-ой-ой-ой-ой, как все плохо, нет, это плохой путь, нужно всегда пытаться сосуществовать. В конце концов, вот я, например, сейчас стример, есть виртуальные стримерши уже вон, я не знаю, там виртуальная стримерша есть, которая работает на чат ГПТ, ее смотрит под 5000 человек, и что мне теперь завидовать, и поспать голову пепом, что я тебе как стример никому не нужен? Нет, все, херня бущит. Нет, нужно просто научиться с этим работать, и все. Понимая, что это может быть сложно, понимая, что любой человек привык сидеть на жопе, и большинство абсолютно людей, если они чему-то научились, они бы с радостью сидели на жопе всю свою жизнь, и потом бы спокойно бы умерли, и было бы классно, но, к сожалению, так не бывает никогда. Если ты специалист в своем направлении, если ты там что-то любишь делаешь, то постоянно, каждые несколько лет, происходят какие-то встряски, и тебе что-то приходится делать, развиваться дальше, учиться чему-то дальше, и вообще человек всю жизнь учится, и этот путь познания, он бесконечен, и будет идти до самой смерти, потому что, во-первых, еще не западло учиться никогда, можно получать любое образование, там, и в 50 лет, и в 60, пожалуйста, иди вообще получай, любой вузл для тебя до сих пор открыт. Понятное дело, что за это придется заплатить, но, в конце концов, ты взрослый, состоятельный чел, и должен мощь себе это позволить, потому что нет ничего в мире лучше, чем продолжать учиться. Я сразу, кстати, хочу сказать, что все мои слова не относятся к этой байде про саморазвитие, потому что это все полная чухня, то, что пытаются прикрыть саморазвитием, на самом деле, это вот все винишкотян, которые, слава богам, всем исчезли из интернета, куда-то, не знаю, скатились со своим саморазвитием, нет. Обучение, да, обучение, это прекрасно, это здорово и круто, поэтому я надеюсь, что художники всем этим переболеют, понятное дело, что, может быть, там будут какие-то неадекваты, но я надеюсь, их тоже не будет, художники всем этим переболеют, примут и начнут пользоваться нейросетями, чтобы еще более круто делать свою работу. Это будет прям вот идеально, по идее так и должно будет случиться. Это точно так же, как когда-нибудь, вполне вероятно, что пройдет еще немножко совсем времени, и у нас будут беспилотные такси, условно. Что ж, тогда водители пойдут бастовать? Нет, нужно будет что-то придумать. Возможно, с водителями, конечно, наверное, будет посложнее, потому что очень легко выпнуть человека с водительского кресла, но очень, я не думаю, что так же легко выпнуть человека просто с кресла художника. Поэтому с водителями, вероятно, придется придумать что-то более действенное, но я думаю, что как-то это все отрегулируется. Ну, вероятно, да, мы переживем какую-нибудь забастовку водителей, что-то еще, и придется людям переквалифицироваться. Ну, это как бы уже тема для другой дискуссии. Наверняка, я думаю, что будут какие-то, вот, Ватер Милон правильно сказал, будут какие-то грузы, которые нельзя посадить на автомат, все равно профессия водителя еще все-таки будет оставаться, это вам не лифтеры, которые раньше за нас кнопки нажимали в лифтах, поэтому вряд ли все будет вот настолько плохо. Официально сериал по Гарри Поттеру в работе на HBO, а Джон Роулинг выступает одним из продюсеров. Ну, даже интересно, что из этого у нас выйдет. Там режиссер или шоураннер, кто он там, клянется и божится, что им важен контент, что они очень бережно будут обращаться, обещают по одному сезону на одну книгу, что вообще-то довольно-таки дофига, количество серий, ведь у нас может варьироваться, никто не мешает. И интересно, что из этого всего получится. Я, опять же, на эту тему тоже можно очень долго дискутировать, потому что я слышал множество разных мнений, например, о, зачем там снимают по Гарри Поттеру, о, зачем там опять все испортят, блин, ну, я не знаю, мне кажется, фанаты Гарри Поттера вселенной должны быть рады, сколько их кормят контентом, вот, например, мне, как любителю вселенной Властелина Колец и не любителю вселенной Гарри Поттера, очень грустно, потому что по вселенной Властелина Колец выпустили просто сериальчик, который не особо имеет отношение к Властелину Колец, просто вести сериал там про какую-то вторую эпоху, в которой ничего не интересно, кроме страдающей ноющей Галадриэль, вот, если бы выпустили сериал по Властелину Колец, растянув его на сезонах 7, включая там, начиная прям с самого Хоббита, вот, это было бы, конечно, контентище, это было бы круто, поэтому, жутко завидую любителям Гарри Поттера, надеюсь, что сериал окажется хорошим. Сотрудника GameStop уволили за утечку по Tears of the Kingdom, ему сказали, что на этом настояла Nintendo. Опять очередная история про утечку, в этот раз немножечко все по-другому, там какой-то сотрудник магазина, он слил, что готовится консоль Nintendo Switch с новой Зельдой, об этом еще не было никакого анонса, ничего такого не говорилось, естественно, его потом, после того, как он сделал пост на Reddit, его вызвали, вызвал к себе начальство, сказал, что это ты творишь вообще, ты охренел что ли, ты знаешь вообще, какую информацию ты тут распространяешь. Он сказал, блин, я не я, жопа не моя, клянусь не знал, извините, они бы сказали, ну смотри нам, а на следующий день он узнает, что он уволен, и оказывается, на этом настоял Nintendo. И в принципе, и в принципе, если честно, я считаю, что в данном случае правильно сделало. Опять же, да, вся эта охота за сливерами, это, конечно, все очень грустно, плохо, но, когда чувак, я не знаю вообще, о чем он просто думал, ты работаешь в магазине, очевидно, что у тебя есть какая-то, есть какой-то доступ какой-то особенной информации, о чем ты вообще думал, когда писал такие посты на рейте, непонятно, ты понес заслуженное доказание, потому что, к сожалению, таким заниматься нельзя. Разработчики Diablo 4 говорят, что на прокачку боевого пропуска уйдет около 80 часов. Что-то многовато. Опять. Про Diablo Immortal то же самое говорили, оказалось все это скучно и уныло, поэтому надеюсь, что кроме прокачки боевого пропуска в Diablo 4 будет что-нибудь еще поинтереснее. На кинопоиске вышли все серии Короля и Шута. Ну что же, время обсудить сериал, потому что я все серии Короля и Шута посмотрел. Могу сказать, что это офигенный сериал. Очень почему-то много бухтижа на этот сериал. Не знаю, мне кажется, нужно просто помнить, что это всего лишь сериал. Не то, чтобы я был супер поклонником Короля и Шута, но, блин, я их слушал, наверное, года с 98-го, что ли, 99-го. Помню примерно, когда вышел клип «Ели мясо мужики», по-моему, первый раз их увидел, еще подумал, жесть, как круто, потом купил там кучу кассет, следил за каждым новым альбомом, вообще балдежно. Если вы поклонник Короля и Шута, сериал вам точно зайдет. В целом, мне очень понравилось. Я поставил там восьмерку. Есть малость какие-то скучноватые сцены, но сценарий хорош. Я не понимаю тех, кто там бухтит на то, что «Ой, там показали горшка каким-то не таким, ой, там князя показали другим». Я не знаю, как по мне, показали типичное вот это панки хой, учитывая, что горшок реально был торчком и все вот это вот было, странно было бы это не показывать. То есть вы что хотели? Я не знаю. Те, кто считает, что князь там себя слишком хорошим показал, нихрена не правы, либо просто не смотрели шестую, седьмую серию, где князь, в общем-то, или там пятую, по-моему, серию, где там началось, где князь показан тем еще мудаком, на самом деле, который просто завидовал тому, что ему уделяют меньше времени, блин, как бы сказать. Ну, короче, ему просто начало казаться, что в «Короле и шуте» любят больше горшка и всех остальных, а не его, а он как будто там не к месту, хотя примерно не знаю, сколько там. Ну, получается, большинство музыки и почти все текста писал он. И вообще, в целом, конечно, «Короле и шут» это горшок и князь, и я считаю, что уникальный вообще тандем, я до сих пор там жалею, что они распались, и я еще шел, создал свою группу, это было очень грустно, но, блин, люди такие, люди меняются, и увы. Но вот для меня «Короле и шут» на этом закончился, потому что мне не понравился тот вот этот вот альбом Киша, мне не нравится творчество князя, который сейчас в группе князя, я пытался послушать несколько треков, вообще никак не вкатило, а абсолютно не мое, вот как-то «Короле и шут» на этом закончился. Было супер, очень грустно и плохо. Если по поводу группы «Руки вверх», вот Ромен Лондон, тогда все очень просто, потому что там очень тухлая музыка, и, собственно, поэтому там все любили Сергея Жукова, потому что он писал тексты, которые нужно было писать маленьким молоденьким девочкам. А второго, кстати, звали Алексей Потехин, гек. Оп. Так что «Руки вверх» это немножко другой вариант. Тем более, второй у них там был даже не вокалистом, а в «Короле и шуте» они что «Горшок», что «Князь» оба были фронтмены. Так вот, в целом, «Короле и шут» крутой сериал, кто бы там что ни говорил. Очень рекомендую посмотреть, если вы хотя бы немножко в теме, потому что «Короле и шут» сейчас вообще в каком-то лютом тренде, просто невероятно, из каждого утюга это все звучит. Песни очень крутые, мне супер нравилось, я всем рекомендую, если хотя бы немножко нравится. Сериал хороший. Если у вас какие-то моменты душат, просто перемотайте. Я знаю, что может многим не понравится там вот эта вот сказочная тема. Да, мне самому тоже в паре моментов она не понравилась, вообще очень хорошая находка, так-то. Прям очень хорошая для сериала. Сотрудники Microsoft экспериментируют с портативным режимом Windows для устройств вроде Steam Deck'а. Лоу! Как раз недавно я об этом говорил, что Windows ни хрена не умеет, что на Steam Deck'е она работает отвратительно, и, видимо, Microsoft тоже это поняли, и начали шевелиться и что-то делать. Супер надеюсь, что Steam Deck будет как раз-таки вот чем-то таким, что мотивирует Microsoft что-то сделать наконец-таки уже свою винду как-то привести в порядок, чтобы она работала на подобных устройствах, и, может быть, вот тогда какие-то еще устройства, например, Steam Deck'а, как вы помните, анонсировали Asus недавно свои устройства, вот тогда, может быть, у таких устройств будет какая-то мотивация, чтобы их покупать. Но все еще очень сильно сомневаюсь, что, несмотря на то, что если вдруг Microsoft будут молодцами и сделают свою винду для подобных устройств, вряд ли кто-то будет вот прям специально поддерживать какие-нибудь Asus'ы и все остальное. Очень-очень-очень в этом сомневаюсь. Но, тем не менее, очень приятно, что такое происходит. Link, это наша последняя надежда. Финальный трейлер Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Есть о чем сказать. Трейлер прекраснейший, просто бомба. Всем рекомендую посмотреть. В какой-то момент, в какой-то момент меня Nintendo даже убедила в том, что я ошибался. В том, что там всего лишь будет повторный мир и там немножко новых локаций, это выглядит как DLC, туда-сюда. Но, да, в какой-то момент Nintendo меня смогла убедить. Но, как обычно, трейлер Чума, почти такой же крутой трейлер, как Breath of the Wild. Есть только два вопроса. Вопрос первый. Почему этот Чумовой трейлер вышел за месяц до релиза, а не как трейлер Breath of the Wild за несколько месяцев, за много месяцев до релиза? Это, опять же, с моей точки зрения, все еще намекает на то, что Nintendo что-то скрывает. И вопрос номер два. Какого хрена вот эти вот все ситуации с прям вот со сливами, что Nintendo начала вдруг внезапно за всеми охотиться? Nintendo, конечно, делала это и раньше, но не так жестко. Теперь они увольняют чувака из магазина за слив, да, они там бычат на дискорд и на все остальное и там еще много чем занимаются, там куча народу тоже получила по башке за какие-то разные распространения. Все это очень странно. Не значит ли это, что Nintendo все-таки боится, что их игра не такая прекрасная, как об этом думают многие люди. Но узнаем это 12 мая, к сожалению, я узнаю это немножко попозже, потому что будет там Regaland и я, скорее всего, в Зельду. Но я планирую поиграть в Зельду, если что, надо же объективно ее засирать, правильно? Планирую поиграть в Зельду, скорее всего, в конце мая буду. Ну или они сделали что-то эпичное и таким образом всех обманули. Microsoft разместила рекламу своей сделки с Activision Blizzard в лондонском метро. Ну что же, как же Фил ебет? Пока Sony там каким-то там геймерам дает деньги на суд, страдает, что-то там бухтят, ой вы бедные несчастные, Microsoft просто продолжает кидаться деньгами и прямо в рекламе говорят, что если мы купим Activision Blizzard, куча народу сможет еще поиграть в Call of Duty 150 миллионов, смотрите, мы все девайсы, все, везде вам раздадим этот шутан, везде, везде, вот только Sony отказались. Конечно, было бы круто, если бы они в рекламе так и сказали, что вот плохие Sony отказались, но это, конечно, было бы микротоксично, и за такое, я думаю, они бы получили по шапке, но я уверен, абсолютно уверен, что подтекст этой рекламы именно такой, вот смотрите, какие мы классные, всем раздадим Call of Duty, а вот те вот, вот те вот, они отказываются от нашего прекрасного предложения, ну и сами лохи. Nintendo почти полностью прекратила свою деятельность в России, тут случилась очень какая-то странная история, как вы знаете, Nintendo, как и многие, прекратили свою деятельность в России, но, бывший, я не знаю, или уже не бывший, не знаю, короче, человек, который работал директором Nintendo, Яша Хадажи, он просто создал компанию OU Achieveka, и начал с помощью этой компании продавать, продолжать заниматься тем, чем занимался, продавать игры Nintendo, и все остальное. Он этим занимался какое-то время, и тут внезапно какие-то ушлые журналисты с Еврогеймера, кстати, очень примечательно, что об этом здесь вот так вот прям не написано, но там история более глубокая, значит, там какие-то ушлые журналисты с Еврогеймера, у которых подгорела жопа, они сказали ООО, вы видели, что там делал этот гендиректор Nintendo, Россия, козел, он продает русским Nintendo игры, вы представляете, скотина, припомнили там ему все, и что когда-то там в 18-м году на него наезжали, и вообще там в России все плохо, медведи, балалайки, и вот это все, там прям целый абзац был про то, какой он плохой просто демон, а Nintendo, возможно, это поддерживает, поэтому они там козлы, должны там всем нам поглубже, в общем, там абсолютно мерзотная статья, максимально направлена на то, что у автора просто сгорела жопа, и он накатал 10 абзацев, наверное, хейта, Nintendo, конечно, тут же проснулась, внезапно, Nintendo of America, конечно, они же ей направили к этой компании свое гневное тоже письмо, Nintendo of America проснулась и выдала максимально топовый ответ, ну, во-первых, они сказали, что у нас докопались вообще, у нас все свернуто в России, мы понятия не имеем, они сказали, что Яша Хадажа сделал эту компанию, мы в курсе об этом, но мы там сказали, что у всех все хорошо, они не сказали, является ли он до сих пор их работником, что мы тоже правильно сделали, они сказали, что да, мы знаем, что там какие-то ребята продают наши игры, но мы не имеем к этому никакого отношения, понятия вообще не имеем, вот, мы, конечно, ищем, и все, поэтому кто там что возит, нам вообще абсолютно насрать, но что самое прикольное, что самое прикольное, они сказали при этом, что вот, мы, значит, ведем переговоры по поставщикам услуг по ремонту, гарантийное обслуживание, кстати, заметьте, насколько Nintendo внезапно оказались лучше Microsoft, да, то есть вот прямо это вот официальное заявление, то есть они считают, что должны продолжать там услуги по ремонту, гарантийное обслуживание, то есть это плюсик, кстати, в карму Nintendo, между прочим, не просто так, и что, о, ачивка один из таких потенциальных поставщиков, то есть буквально, опять же, они сказали все то же самое, ребята, у нас просто будет ачивка, мы будем работать дальше и вести бизнес, релакс, но, естественно, там всем этим истеричкам из Еврогеймера, неизвестно, понравился ли их ответ или нет, но он вот такой, какой есть. Эпичные битвы, иконов и красочные локации, 25 минут геймплея, Final Fantasy 16 со State of Play, я посмотрел 3 минуты, честно, я не знаю, что там можно растянуть на 25 минут, единственный вопрос, который у меня есть, это же, сколько же Sony заплатила, заплатила Square Enix, во-первых, за временную эксклюзивность, а во-вторых, настолько они наваляли денег, что сделали аж 25 минут отдельного там своего State of Play, который посвящен только этой одной игре, из всего этого только можно уже понять, насколько же, какую же Sony делает ставку на очередной свой временный эксклюзив, и при этом, опять же, совершенно не умещается в голове, каким образом у них сочетается все вот это For the Players, что они так беспокоятся, что Call of Duty будет у Майкрософта, сами при этом вваливают огромное количество денег в Скваров, лишь бы Финалка сначала вышла на PlayStation, а потом уже где-нибудь там, где-нибудь на других платформах, это отвратительно, я считаю. В Твиттере увеличили лимит символов сообщений до 10 тысяч, но только для платных подписчиков. Ну и правильно, ушла эпоха, потом и для бесплатных увеличат. В Южной Корее выдали возрастной рейтинг Armored Core 6, следующей крупной игре From Software. Официального анонса даты релиза еще не было, но поскольку уже выдали возрастной рейтинг, это значит, что игра выйдет уже совсем скоро, вероятнее всего осенью. 73 балла из 100 на Метакритик первой оценки экшн-стратегии Minecraft Legends. Не планировал играть в Minecraft Legends, но новость очень смешная, потому что, несмотря на то, что... Она, короче, в очередной раз показывает про то, как относятся к критикам и какая очень странная градация оценок существует в игровой индустрии, в частности, у критиков, и в очередной раз все это показывает, что критикам не нужно верить, потому что оценка 73 из 100 означает, что эта игра хорошая. Я не знаю, если кто-то не согласен с тем, что 7 из 10 это хорошая оценка, не крутая, не легендарная, не отличная, это просто хорошая игра. Вот когда у меня встречается какая-то хорошая игра, я ей ставлю 7 из 10. Эта игра просто хорошая. Если она меня чем-то бесит, она получает оценку ниже. Если хорошая игра ничем не выбесила, но и ничем особенно не влияется, это 7 из 10. Крепкая семерка. Но, конечно же, дальше, если мы читаем текст, журналистов, большинство журналистов не впечатлил, чего, блядь, почему не впечатлил? 7 из 10. Ну, 73 из 100. Почему не впечатлил-то? Не впечатлил, это четверка. Вот когда меня игра не впечатляет, это 5. Это просто 5 из 10, меня игра не впечатлила. Это не хорошая игра. Ну, и там, конечно, дальше уже, да, игра упускает всю суть, игра существует для продажи DLC, они заманивают детей, опять же, блядский еврогеймер, да, которые вот лишь бы насрать все и всем. Вот прочухали, что можно срать и продолжают срать. И там заманивают детей и так далее, и так далее, и так далее. И вот прекрасное, например, есть положительное мнение, что Майнкрафт Ледженс раскрывается во время игры в компании с друзьями, как и оригинальная Майнкрафт. Ну, так да, так на это, собственно, и... На это, собственно, и рассчитано. А что как-то не так? Короче, не знаю, в чем там вообще проблема, кто там что решает, но я считаю, что 7 из 10 отличная оценка, особенно для такой игры. И кто там что выпендривается, почему это означает вдруг, что не впечатливо, это просто все лишний раз показывает, что критики охуели. И считают, я не знаю, какую они игру считают хорошей, только 10 из 10, что ли? 10 из 10 вообще легендарная игра, такую оценку должна заслуживать максимум там 2 игры в год. Не может просто выходить чаще настолько легендарные игры. То есть, может быть, они, конечно, и будут выходить, но это прям будет случай из ряда вон. Поэтому такие легендарные игры из Индии не так часто выходят. А 7 из 10 это отличная оценка для хорошей игры. В любом случае, я просто вот уверен, что Майнкрафт Ледженс будет продаваться отлично. Так же, как и Майнкрафт Данженс, так же, как и сам Майнкрафт. Просто потому, что фан-база у этой игры огромная, Майнкрафт все любят, а попробовать Майнкрафт какой-то другой ипостаси все только рады. Мультфильм по Супер Марио Брос стал самой кассовой адаптацией видеоигры в истории. Мы уже в прошлый раз дискутировали полчаса про этот мультфильм. Собственно, случилось то, что случилось. Я думаю, что он принят еще и выше. Уже 500 миллионов заработал еще всего лишь за неделю. Думаю, что дойдет и до миллиарда, скорее всего. А значит, что мультик крутой, как бы там кто его не хейтил. И критики в очередной раз обосрались. Сега близка к заключению сделку по покупке создателей NG Bird за миллиард долларов. Зачем? Золотой состав Blink 1 IT2 выступил впервые с 2014 года. Круто. Решил рассказать вам эту новость просто потому, что я люблю Blink 1 IT2. Вот с моей G-Gain, рок-шоу, все дела. Супер круто, супер клево. Надеюсь, запишут что-нибудь еще топовое. А еще у чувака футболка с Патманом. Продолжение Футурамы выйдет летом 2023 года. Надеюсь, что не выйдет, потому что я очень люблю Футураму, оригинальные сезоны невероятно крутые, просто, я не знаю, каждую серию можно цитировать, но после этих невероятно крутейших вообще офигительных сезонов вышли настолько говняные, просто куски говна полнометражки, которые невозможно смотреть, что я был очень сильно расстроен. И я думаю, что после таких полнометражек нужно было просто ставить крест, потому что это было просто невозможно смотреть. Что они там решили дальше выпускать, не знаю, но нужно, я, это вот знаете, как с друзьями, ой, нет, не с друзьями, как с клиникой. Последнего сезона не существует, вот для меня тоже Футурама закончилась на оригинальных сезонах, полнометражек не существует. Вот уверен на 95%, что продолжение будет тухлым, максимально. Но Симпсоны хотя бы не заканчивались, они просто идут, там уже какой-то 48 сезон, не знаю, это не тот пример, а вот Футурама закончилась прям хорошо, и надо было на этом поставить точку. Поэтому, скорее всего, даже не будут смотреть, ну, может быть, краем глаза. Первый штат в США принял законопроект о запрете ТикТок, но, как говорится, это другое. Продажи Хогвартс Легаси превзошли ожидания Warner Bros. в два с половиной раза. Продолжая нашу, не то что в дискуссии, мой монолог про мир Гаги Поттера, вот и пришло прямо таки официальное, просто, можно сказать, подтверждение того, что сколько бы эти кикунны в интернете не орали, не отменяли, все их мнение не стоит ровным счетом, ни-ху-я. Фанаты, любители и все остальные, кому понравилась игра, поиграли в игру, перенесли кассу, перенесли денег, все рады, все счастливы, и я вот уверен, что именно вот то, что такие продажи крутые были у этой игры, это сподвигло Warner Bros. запустить сериал по Гарри Поттеру, ну, потому что очевидно, что надо ковать железо пока горячо. В принципе, я рад за Хогвартс Легаси, хотя, опять же, я не фанат сериал Гарри Поттера, я видел эту игру, совершенно не шагу, что там вообще как, и я просто рад за тех, кому игра понравилась, ну, кому не понравилась, увы, что-то еще можно сказать. Но круто, отдельно круто, что всем вот этим кайкунам не удалось доказать всем остальным, что игра плохая, как бы они этого не хотели, потому что их мнение было максимально отвратительным, нечестным, и не имело под собой никакой подоплеки. А на этом все. Кайкунам 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 Кайкунам